Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня пойдет речь о шлизнях. Вы с Катей, это уже не новость, они уже рассказывали, да, был и мой ролик, более тысячи комментариев, и это же количество комментариев на роликах других авторов. Я внимательно просмотрел, прочитал комментарии и скажу, что мы еще много чего не знаем о шлизнях. А не зная о шлизнях, мы не будем знать, как с ними бороться. Ну, во-первых, давайте сразу определяться. Читаю комментарии, товарищи, которые как бы за экологическое равновесие, они не знают, что шлизни поедают в природе не так уж много обитателей. Кто питается шлизнями? Это лягушки, это жабы, это змеи, это ежики. Вот и представьте, что если вся эта жина будет жить на вашем участке, как-то не совсем приятное соседство получается. Вот поэтому мой ответ экологам, которые такие, в кавычках, что они смотрят свои колокольни, потому что они не знают, что такое шлизни. Они живут, может быть, в квартирах, и им кажется, что все живое должно жить. На самом деле экологическая ниша нарушена, нет этих обитателей, шлизни разводятся. Но вдобавок появилась и другая беда. Даже у нас в Беларуси, откуда я родом и где проживаю, значит, появились новые виды шлизней. Появился испанский шлизень, желто-оранжево-красная краска, очень яркий. Он очень плодовитый и очень прожорливый. Появился потом у нас шлизень черноголовый кавказский. Он же тоже есть в Черной книге Белоруссии. И самый, конечно, большой шлизень, который появился у нас, это большой придорожниковый или леопардовый шлизень. Почему он такой интересный? Потому что длина шлизня достигает даже у нас 12-15 сантиметров, а он фактически может вырасти до 20 сантиметров. То есть живая змейка. Для того, чтобы питаться, ему, конечно, надо много питания. И что оказалось, что все наши, вот те обитатели, которых я вам назвал, новых видов шлизней не трогают, не питаются ими. Поэтому единственный способ, что надо искать какие-то методы борьбы, защиты от шлизней самому, а не надеяться, что природные обитатели сделают за нас. Конечно, где-то в роликах проскальзывает, что цесарки собирают, виндоутки собирают, и другие некоторые птицы собирают. Но куры их не клюют, это раз. Во-вторых, любые обитатели, которые такие, живность птицы, которые домашние, не забывайте, что они питаются не только шлизнями, они питаются и зелеными растениями. Поэтому, прощай ваша капуста, прощай ботва свеклы, прощай той картофель, они будут их грызть, они будут точно так же грызть вашему огороду. Это живность, которая живет на вашем участке, которая одомашненная, и выпустят для борьбы со шлизнями. Так что, 10 раз подумайте, какой способ вам избежать. Конечно, самый простой способ – это приманки. Приманок бывает разное количество. Приманки делаются в фабричном производстве. Вот они передо мной. Шлизня Е, там Гроза, там другие. Разные приманочки делаются. Но шлизни поедают неохотно. Сделаем для них эти приманки охотными, чтобы они были для них более аппетитными. Капнем пару капель подсолнечного масла. Запах подсолнечного масла привлекает через дней. Они будут с охотой поедать наши приманки. Как бы в интернете я нашел и способ оригинальный, своей приманки, который вы можете сделать своими руками. Тем более, что подушные материалы у вас под рукой. Для приготовления этой приманки нам потребуется пюре из 300 грамм слив или 300 грамм переспелых яблок. В это пюре мы добавляем 2 чайные ложки железного купороса. Перемешиваем. После этого добавляем муку. Ну, до такой консистенции муку добавляем, чтобы начали лепиться шарики. И лепим шарики. Не надо больших шариков. Маленькие шарики, например, там по 2-3 сантиметра слепили. И вот эти шарики мы будем раскладывать в тенистых местах. Где тенистые места, там, значит, живут шлизни. Разложили эти шарики, шлизни будут наедаться и погибать. Очень хорошо. Как бы я попробовал, еще сильные эффекты не заметил, но я вам рекомендую этот способ. Он экологически чистый. Ну, дальше следующее, что, конечно, многие предлагают. В интернете очень много таких есть, ну, как бы, рекомендаций. В чем рекомендации заключаются? Проливать, значит, на 100 обитания шлизни железным купоросом 200 грамм, 300 грамм на 10 литров воды. Проливаем медным купоросом 50 грамм на 10 литров воды. Проливаем раствором соли, раствором мочевины 100 грамм на 10 литров воды. Как бы концентрации большие. На шатырный спирт 40 миллилитров на 1 литр воды. Значит, это 400 миллилитров на 10 литров воды. Концентрации, конечно, очень большие. Это раз. Во-вторых, если вы будете проливать, значит, где скрываются слизни? Обычно вдоль наших ограждений на садовых градках. Значит, мы будем уничтожать не только слизни, мы будем уничтожать всю почвенную микрофлору. И микрофлора будет уничтожаться, и дождевые черви будут уничтожаться. В общем, все будет погибать. Поэтому к этим способам я тоже как-то отношусь к настороженности. Ну, самый простой способ, я считаю, что можно сделать, это отлавливать слизни. Отлавливать слизни, вот, отловить их очень легко. Ну, самый простой способ, что есть, если есть старые доски, старые подгнятые доски, мы раскладываем в чернистых местах, вот, и эти слизни будут собираться ночью под эти доски, потом утром пратывается солнце, и мы будем спокойно собираться, скабливать какую-то емкость. Но, опять же, это самое, знайте, что, вот, это лучше, чем, я считаю комментарии, что в 12 часов ночи берут фонарики налобные и бегут, собирают по участку слизней. Спите спокойно, их можно спокойно собрать год и утром, без таких титанических усилий. Следующее, что очень хорошо действует на слизни для того, чтобы их собрать, это что? Рубероид. Обыкновенный рубероид. Куски рубероида раскладываем на солнце, слизни охотно забираются на них под утро, все собираются, запах рубероида их привлекает, утром остается скаблить. Ну, тут дальше, конечно, кто-то пишет, я режу ножом. Ну, самое простое, конечно, и в интернете есть, и я использую, это солевой раствор. Солевой раствор на 5 литров, где-то 100-150 грамм соли обыкновенной поварной раствора, и всех через ней счищаем этот раствор. Они погибают быстро, как бы, и гуманно. Ну, тем более, учтите, что такая ловушка должна ставиться не один день. Работа должна быть планомерной, потому что даже на своем участке, буквально за неделю, мне удалось таким образом поймать 750 слизней. Это, конечно, количество большое. Ну, и учтите дальше, что, как бы, слизни, почему, как бы, актуальная борьба с слизнями вот именно сейчас, в сентябре месяце, потому что у слизни начинается активная яйцекладка. За один раз слизень откладывает от 20 до 40 яиц в одной кучке, может быть, которые яйца, они похожи на икрынки, как лежат на поверхности почвы, где-то в укромных местах. А вообще в литературе написано, что слизни могут отложить до 400 яиц. Даже пусть они не все доживут до весны, но эти слизни потом будут очень вредить нашим посадкам. Поэтому мы сейчас ведем борьбу со слизнями для того, чтобы не допустить яйцекладки. Тем более, что многие слизни, как тоже испанский слизень, который красного цвета, он откладывает яйца и сам погибает. А из яиц выводится новое поколение и потом опять уничтожает все подряд, как саранша съедает все наши растения. Поэтому вы поняли, что сделать приманки на своем участке. Если вы сделаете такую работу сейчас, осенью, в сентябре, на следующий год ваши растения будут меньше страдать. Не будет погрызенной капусты, не будет погрызенных цветов, не будет погрызенной травы, потому что все это работа слизней. Конечно, ясно, что есть меры профилактики. Стараемся убрать кучу навоза. Убираем где-то кучу сорняков с участка, где-то в одно место сносим. Доски, хлам разный, все убираем, потому что это места, куда слизни будут заползать на зимовку. Ну, а в компостную кучу слизни вводятся, конечно, это не открою Америку, но там сбавиться от слизней очень просто. 100 грамм мочевины на 10 литров воды, и мы проливаем компостную кучу по краям. Именно там пражутся слизни. Пролили по краям, и наша компостная куча чистая, как бы, остается. А для живности, которая там живет, как бы, это не критично. Основная масса живности выживает, и хорошо там живет. А слизни исчезают. Так что поймите, что слизни являются для многих серьезной проблемой. Ну, побороть их можно с помощью таких несложных способов. И особенно, говорю, это актуально сейчас, когда, еще раз повторюсь, появились новые виды слизней, которые не поедаются уже теми животными, которые раньше питались слизнями. Но, еще не забывайте, что можно что-то еще сделать, и такое более биологическое. Ну, как бы я чуть, может, и перскочил. А сделать более биологическое, это что? Это... Есть отзывы, и очень хорошие, что Баверия плюс Метеоризиум Профит очень помогают от слизней. Если вы приливаете чинистые места раствором вот с такой бутылочки, значит, слизней становится гораздо-гораздо меньше. А заказать Профит тоже очень легко. На Валдберрис вам вышли любую фасовку. Пол-литра, литр. И цены там вполне доступны для вашего кошелька. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наш магазин и на Валдберрис заказывайте товары Профит. До свидания.